Дорогие товарищи, просвещаемся! И сегодня с нами Николай Николаевич Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения, Российской Академии Наук, конечно же, директор и основатель фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро! Доброе утро! Рад вас слышать! У нас сегодня интересная передача, я так понимаю, мы продолжаем. Как обычно, да? Сегодня у нас свадебные ритуалы, это на заметку нашей, так сказать, общественности. И самый главный вопрос, Николай Николаевич, есть приданая это у женщин, приданая, а? Да есть, есть, конечно же, но не у всех. Иногда надо и мужчинам заботиться об этом. Это, вы знаете, вот есть на флаге Папу-Новой Гвинеи изображен Южный Крест и птица Парадайс. То есть, птица, боже мой, напомните мне, Парадайс-то у нас как-то... Райская птица. Райская, райская, да. Так вот, у райских птиц-то девушка-то совсем невзрачная. А парни-то все красавчики и вот свое приданное в виде красивых перьев показывают. Вот она выбирает. Так же и у людей. Все по-разному. Но в большей степени, конечно же, семейные традиции схожи во многом, кстати говоря, и с нашими, которые мы сейчас, правда, уже позабыли, но которые исторически были у нас. И приданые, конечно, у девушки есть. А мы сегодня будем с вами, я так понимаю, продолжать все-таки говорить о семейных традициях и распределении обязанностей, и, конечно, свадебных ритуалов, потому что без этого никак. И я... Да, я хотел сразу же обратить внимание, что тот остров Новая Гвинея, который находится недалеко от Австралии, он разделен на две части. Левая часть – это Индонезия, а правая – Папула Новая Гвинея. Вот именно о Папула Новая Гвинея, традициях этой страны мы поговорим, потому что там уникально интересная ситуация – 829 зарегистрированных языков, когда-то я говорил 867, сейчас уже чуть меньше, около 800 племен, и, конечно, традиции у каждого племени разные, потому что и языки даже разные, то есть они достаточно долго находились в изоляции друг от друга и общались только с близлежащими селениями, и, соответственно, были ограничены от знания того, как происходит это в других местах. Николай Николаевич, а в среднем вот 800 с лишним языков, носителей-то в среднем сколько у каждого из этих языков? Вы знаете, это может быть от 50 до нескольких тысяч, то есть нескольких тысяч в среднем – это нормальный абсолютно клан, около 3-4 тысяч человек, достаточно большой считается, это несколько деревень, а деревни, они, несколько деревень обычно имеют, соответственно, один язык. Бывает и такая ситуация, что одна только деревня. Но предания очень многие схожи с тем, что, например, в деревне их было основано братьями, несколько деревень, вот, например, деревни на северо-востоке острова Нового Гвинея, Бонгу, Гаренду, Гумбу и Лек были основаны четырьмя братьями, вот они говорили на одном языке, бонгуанском, и вот поэтому у них остался такой язык, это их предание. И вот, соответственно, на эти четыре деревни там около 4 тысяч человек в настоящий момент. Но интересная ситуация, что если ты их спросишь, сколько же у вас проживает, то каждый скажет, что в его деревне там несколько тысяч человек, многим больше, чем фактически живет. От чего это зависит? Они считают обязательно тех, кто в их клане. То есть даже если они живут в Порт-Морсбе в столице или же в другом месте, или вообще уехали в Россию, может быть, учиться, они все равно часть клана, и они их включают в количество. Поэтому в этом плане у нас вот есть некоторое разночтение в понимании. Мы-то привыкли те, кто... Вот живут они у нас в Москве или в Санкт-Петербурге, вот сколько и живут. А они считают не так. Вся семья, которая разъехалась, она считается частью клана, и численность этого они считают прибавляет к своей. Вот такая особенность. Николай Николаевич, а вот эта разница между 800 языков, языками, она критическая? Они не понимают друг друга? То есть это как бы наречие скорее, да? То есть какие-то локальные особенности языка? Или действительно другой язык с другими, другой структурой, и там совершенно другая лексика? Не понимают вообще. И это была интересная ситуация. Я вам расскажу. Дело в том, что в ходе последней экспедиции я посетил 10 деревень, и это, в принципе, с северо-востока острова Новой Гвинеи. Дальше собрали мы 10 старейшин на праздник. В связи с моим отбытием начали готовить свинью. И вот обязательно каждый должен выйти, сказать пару слов. И я сижу вот с учителем Фимой, точнее, директором школы. Там его зовут Фима, такое очень практически русское имя, да? Можно сказать. Практически русская Фима, конечно. Да, вы же помните. Как у нас без Фимы? И, соответственно, спрашиваю, слушай, ну переводи, ничего не понимаешь, что говори. Он говорит, я тоже, говорит, не понимаю. Я говорю, ну как так? Он говорит, ну такое бывает. Он говорит на своем языке, вообще не понимает. Говорит, давайте переходить на токписин. Токписин или английский – это язык межнационального общения, точнее, общения в государственных органах, в школах и между собой. В основном язык – это токписин. И английский, он тоже дает возможность им коммуницировать между собой. То есть не понимает совсем. И есть, например, такие вещи, как, к примеру, барум – это барабан. И он… это слово абсолютно не похоже, если я его скажу где-то в другой деревне, меня не поймут абсолютно. Ну вот, например, по Папуаскино без берега Маклая, да, если мы говорим, то я говорю «Джамбля Билен», а один юным Николай. Это я сказал вам «Доброе утро, меня зовут Николай», если я это скажу… Так, можно еще раз, и я попытаюсь застенографировать еще раз вот это. Значит, смотрите, тут по слогам, да, «Джамбля Билен» – это одно слово, «Джамбля Билен». Так. «Канабилен» – это мы «Добрый день» говорим. И один юным – это ваше имя. Попробуйте, кстати. Один юным – это ваше имя. Один юным. Вы знаете, я думаю, кстати говоря, если мы будем иногда… Тренироваться на кошках. …использовать некоторые Папуаски истрова, то мы сможем повысить аудиторию и попросить даже радиомаяк включиться в Папуо-Новой Гвинеи. Более того, мы от Папуо-Новой Гвинеи получим грант, и на него мы купим себе к зиме одежду теплую. Ну, и, кстати, почему нет? Сейчас же холодает уже. А вот Папуо-Новой Гвинеи всегда стабильно 23-27. Представляете, да? Это так скучно, правда, Николай Николаевич? Особенно вот сейчас в преддверии того, как нам синоптики пообещали ведро воды на квадратный метр вылить, а потом и снег к воскресенью. Ну, в общем, в принципе, конечно, скукотище. Да, скучно они там живут. Слушайте, а вот с филологической точки зрения, с историко-культурной, ведь мы понимаем, что для формирования языка, ну, нужны какие-то столетия, тысячелетия, да, они, в общем-то, вот так вот разобщенно, вот настолько сотен, так сказать, вот общин, получается, жили и не контактируют друг с другом, да? То есть вот на протяжении какого количества времени, мы понимаем? Ну, точно я не могу вам сказать, но это действительно сотни лет, и они жили и тысячи лет, и жили они обособленно, несмотря на то, что миграция других районов, то есть вот сейчас она началась, и иногда мы можем видеть новых представителей из разных регионов, но интересная особенность. Вот 2023 год, посещаю я 10 деревень, открываю дневник, точнее, опубликованные дневники Николая Николаевича Николая Кухомаклая, который был 150 лет назад, и показываю рисунки тех предков, которых он делал из рисовки в ходе своих экспедиций, и они узнают каждого. И это говорит о том, что они помнят, они понимают, что это, ведь мы же похожи, ведь и вас тоже узнают ваши родственники, и это однозначно нам кажется, что нет, абсолютно точно мы похожи на своих предков. И это как раз говорит о том, что миграция достаточно незначительна. Она возможна, и она будет, конечно же, происходить, ну, когда будет инфраструктура. В основном они не передвигаются на другие земли. Это связано еще и с тем, что в Папу-Новой Гвинеи или на острове Новой Гвинеи нет такого участка земли, где ты мог бы остаться один, и это бы земля была ничьей. Вся земля чья-то. Если это чья-то земля, ты можешь передвигаться, согласовываясь с лидером клана того племени. А это уже опасно, потому что, во-первых, может быть, ты не званые гости, тогда тебя не ждут. Соответственно, одна из причин того, что они не мигрировали, не общались настолько активно, она заключалась именно в том, что они общались только среди тех, которые были доброжелательно к ним настроены. В этом есть и другая особенность. Конечно, торговцы, вот, например, с островов били-били, били-били-били, как можно сказать, они передвигались на лодках и, соответственно, контактировались с многими. Продавая свои горшки, они продавали эта посуда, которая ежедневно была в ходу, и меняли на другие товары. С ними, да, были контакты, но это не так много. Николай Николаевич, так вот, к распределению обязанностей, да, вернемся, я так понимаю, в семье, да, в большой семье. Все четко, правильно? И никаких попыток говорить о том, что, например, надо вот, знаете, как у нас сейчас впаривают нам эту историю со всех сторон, да, надо разделить бытовые обязанности поровну между мужчиной и женщиной. Мужчинам страшно, вот, от этого становится, мурашки по коже идут. А у них вот все четко, правильно? Вот ты здесь, я тут, и никакого смешания, смешения не происходит. Абсолютно точно. Если у нас хватит времени, я могу поделиться в конце, обязательно, не сейчас, идеей. Может быть, вы спросите меня, почему разрушают, действительно, семейные традиции, какова есть цель, в принципе, у современного общества. Иногда мы идем по этой воле. Но я должен вам сказать, что мы, я думаю, вы согласитесь с тем, что выжили сотни и тысячи лет именно не при помощи тех традиций, которые вот у нас сейчас нам насаждают в виде распределения тех обязанностей, как вот вы сказали, да, может быть, не всегда мужские, не всегда женские, которые были традиционно ранее. И неизвестно, выжимем мы или нет с этими распределениями обязанностей. Вот точно мы знаем, что с другими распределениями, которые были испокон веков, и в России, и в других регионах люди выжили и имели достаточно хороший, ну, устойчивый рост населения. А здесь еще и говорится о безопасности семьи. Почему это распределение обязанностей? Что значит безопасность семьи? Безопасность семьи с точки зрения именно не охраны семьи, а именно того, чтобы она продолжала свой род. Да, Николай Николаевич, то есть сознание у них, смотрите, у них сознание коллективистское, да, то есть они чувствуют себя частью рода, правильно? То есть частью, например, даже своей семьи. Вот сегодня было опубликовано исследование о том, что такое счастье в глазах наших, так сказать, обывателей. Там 102 причины нашли. Некоторые говорят, что счастье – это если мне сейчас вырвут больной зуб, вот я буду счастлив полностью, да, ну так, по мелочи. Кто-то говорит, что счастье – это массаж, вот, ну таких меньшинство. А вот большинство, там почти 49% говорят, что счастье – это семья. Но какой парадокс-то получается? То есть большинство действительно, ну нормальные сознательные люди говорят, что семья – это счастье, да, а нам внушается индивидуалистический образ жизни, да, то есть я, 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 я хочу так, я хочу этак. И если, то есть профанация получается этой самой семьи, когда насаждается именно я вместо мы, да, вот, у папуасов этого нет. И они благодаря этому сохранились там сотни тысячи лет, правильно? Ну и мы сохранились благодаря этому. Неизвестно, сохранимся мы в новых, в новом формате. Вот этот вопрос. Поэтому мы точно так же сохранились благодаря этим традициям. И раньше, например, так же в семье, ну, всегда было первое – это уважение к старшим, это то, что мальчик шел за отцом и вспахивал землю и смотрел, как это происходит. И самое интересное, что для продолжения семьи, продолжения рода, ни в коем случае нельзя цепляться за своих родителей. И вся семья, все мальчики и девочки, они уходили из семьи, кроме младшего, который заботился о своих родителях, обо всех родителях, и потом приводил туда супругу. Все остальные не могли. Они не могли вернуться. И это позволяло действительно роду расти. То есть не как сейчас бывает, что, ну, ничего-то не получилось, побегу я к маме. Вот, ну, так получилось. Не только побегу, а никуда от мамы не пойду, мне 40 плю, а я с мамой живу. Правильно? Это, вы знаете, ситуация еще связана… Мы переходим немножко не в тему Папуновой Гвинеи, но я должен вам сказать, что это, конечно, связано с определенным перекосом, особенно в России, когда достаточно много мужчин после Первой и Второй мировой войны и других конфликтов погибали, и, конечно, женщин было больше. Женское начало и женская любовь к детям, она, как бы, безусловно, ну, важна и детям, важна и семье. Но мы будем говорить о примерах, традициях, например, с 4-5 лет в русских семьях мальчиков от девочек, точнее, от мамы, ну, не отбирали, а немножечко отсоединяли и передавали на воспитание именно мужчинам, девочек к девочкам. И если, например, мальчик достаточно долго находится, разумеется, под влиянием женщины, не имея активного влияния мужчины, то происходит естественный перекос. Женщина никогда не сможет научить тому, чему научат мужчин. Потому что он даже не учит, а, находясь рядом, он дает возможность получать пример. Только примером, не рассказывать. Нет, ну, сейчас это компенсируется вот эта мифология из серии «Женщина может все». Она может водить комбайн, варить сталь, играть на бирже и уж, конечно, воспитать мальчика нам тоже по плечу, да? Вот эта история, она так достаточно сильно внедряется. Но результат мы видим. Потом женщины говорят, слушайте, что у нас такие мужики-то какие-то, не мужики? Потому что они не мужики, потому что они воспитаны не мужиками. В чем же тут удивляться-то, правильно? Поскольку у нас немножко перешла тема не на папу, но в ней, но я насчет этого также сравниваю с папой, но в ней объясню ситуацию. Ну, смотрите, дело в том, что семейные традиции начали разбивать в первую очередь наш великий вождь Владимир Личневин. В 1922 году он разрешил аборт. Это первый человек в мире, разрешивший, соответственно, уменьшать семьи при помощи вот этих нехороших вещей. Второй момент. Он разрешил всем комсомолкам обязательным образом быть доступным для любого мужчины. Семья – это не основа. Важно, чтобы ты, как в интернационале, был доступен всем. Блуд поддерживался. Задача была просто-напросто подтвердить, что в блуде, что во время нарушения христианских традиций, других традиций, которые были заложены в России, ты не получаешь никакой кары. Соответственно, ты можешь делать, что хочешь. Легализация блуда, да? То есть приравнивание блуда к нормальному образу жизни. Вот что произошло. Да. Соответственно, когда ты видишь, что можно и так, и так, то ты понимаешь, что... То ты выбираешь то, что вкуснее твоему туловищу, по большому счету. Бывает такое. Бывает такое. Конечно, возвращаются умные люди через некоторое время. Но не всегда имеет смысл это пробовать, потому что тысячелетиями наши предки жили. Они, конечно, пробовали, понимали, где нужно, где человек слаб и нужно держаться, иметь поддержку семьи, а где, например, наоборот. И в этой связи можно говорить о том, что, ну, вот вы говорите по поводу женщин. Интересная тенденция эта идет. Женщина, воспитывающая молодого человека. Через некоторое время этот молодой человек выходит жениться и, соответственно, начинает жить со своей девушкой. Ну, да. А девушке он говорит, извините, пожалуйста, а куда я пойду работать? У меня мама всегда работала. Вот именно. Николай Николаевич, ну, вот видите, как нас папуасы выводят на правильные, так сказать, темы, которые злободневны для нас с вами. И будем, товарищи, у папуасов учиться, учиться традиции.